так друзья всем доброго времени ну что попробуем с вами залезть вот в этот люк некоторые зрители подписчики нашего канала считают что и настолько такой крупный и толстый что в этот люк я с трудом залезу а он между прочим 50 на 80 50 короче вот так вот 50 и вот так вот на 80 ну плюс еще с одной стороны у него там крепление то есть он но не 80 уже чуть-чуть я установил газовые подъемники люка и вот сейчас хочу вместе с вами туда залезть ну и посмотреть насколько я туда помещусь как крупненький мужчина так ну заодно с вами сделаем обзор подвала вот мокро там или влажно там или ну что там происходит у нас в подвале хотя наверное уже из прошлых видео уже увидели что там так доску эту не убираем вот эту вот я ее кладу вот сюда вот так вот просто пусть она лежит потому что люди посторонные заходят ну чтобы целенаправленно прямо не наступали на люк а вот доска лежит и они уже как так и и обходят так ну что давайте смотреть насколько будет удобно открывание двери но не двери а люка вот в эту сторону как я и рассчитал в общем вот она ручка сейчас мы кстати и узнаем с вами если вдруг я туда залез не я кто-то еще залез туда и захлопнулась по каким-то причинам крышка можно ли будет оттуда вылезти сейчас мы узнаем так у нас вот она ручка кстати вот этот видите он такой четырехгранный квадратик вот там у нас видите дырочка тоже четырехгранная то есть и и дальше дырочки об повернул и об она сама открывается ручка ну смысле крышка сама открывается прям вот эти два подъемника подымают все это дело вот так ну я уже сказал что 50 на 80 я не знаю как вы меня видите видео я высотой метр семьдесят три вес у меня сейчас 100 килограмм избыток вес у меня двадцатка как минимум я может быть огромный круглый такой карлсон и по виду может такая маленькая дырочка я могу не помещаться в нее ну вот мы сейчас и увидим вот ножки свои переставляю худенькие ну и вот смотрите опускаемся я даже не поворачиваюсь вот так вот я вот как есть в ширину прохожу вот он ну да а где-то наверное может быть я в плечах именно не прохожу и при этом мне приходится ну повернуться до плечах и не прохожу а в поясе прям замечательно прошел и не то что прошел прям даже пролетел вот пожалуйста ну а теперь с крышкой по посмотрим насколько она захлопнется и позволит ли нам вылезти отсюда значит смотрите друзья крышка на самом деле сейчас я встану вот смотрите здесь замок очень очень простой вот он сквозной сейчас я еще на ступеньку подымусь вот он ключик этот ключик этот смотрите он насквозь проходит этого замка видите вот насквозь проходит на газовых упорах если стоит крышка она никогда не закроется потому что чтобы закрыть ее ну прям от реальные усилия требуется мне прям ну не знаю ну где-то килограмм наверно 8 как минимум чтобы вот прямо закрыть крышку поэтому спустившись подвал я прям сомневаюсь что крышка за мной закроется она не закроется она просто вот прямо ну ну очень очень твердо и сильно стоит хорошо давайте предположим что крышку кто-то закрыл вот мы зашли туда залезли куда-то там уползли а кто-то допустим о посмотрел и такой о хочу крышка открыта давайте закроем ее опа ой я не знаю как это сейчас мы с вами ее закроем сможем ли мы ее закрыть вообще да сможем наверное оба друзья мы с вами в бункере все крышка закрыта у нас там вторая часть этого какого подвала здесь первая часть подвал всем тишина как могиле да правда утром тишина такая что мама не горюй давайте посмотрим что у нас тут замком замок здесь сделан так сейчас я включу подсветку подождите на телефоне включилась подсветка на телефоне и теперь мы увидим все смотрите значит еще на замком замок у нас вот она собачка я сейчас пальцем прям вот так вот эту собачку туда отодвинул вот вот эту и и все выключилась камера я пальцем нажал на камеру но поняли да вот она открывается я я ее держу то есть я и не поднимаю она меня наоборот крышка выталкивает вот эти вот газовые упоры меня поднимают об сейчас я ее открою об все открыл открыл друзья значит я ее пока что раму эту не креплю вот здесь видите ну пока она стоит и стоит я ее закреплю когда будут делать уже но стяжку эту полумеханическую заливать когда уже теплый пол будет установлен и уже по факту когда залью стяжку вровень вот с этой поверхностью тогда я уже ее и закреплю вот ну а что по поводу моей всей этой конструкции которые заливал вот это вот я все заливал посмотрите вот это вот стенки боковые прям вот этот вот периметр квадрат это я все заливал вот он толщина бетона бетон выставился больше месяца набрал свою необходимую прочность по поводу того кто-то мне писал чуть и не армируешь а зачем зачем армировать этот бетон когда он здесь никуда не расползается и у него нету здесь не на сгиб проседание вниз проседание выгиб вверх то есть но зачем оно и так ребром смотрите как высота здесь сколько ну если сантиметров наверно 30 на и толщина сантиметров ну 6 наверно да то есть куда такое ребро прогнется никуда поэтому я думаю прям идеально все получилось люк опс прям мне очень нравится вот видите какие стенки это я все залил вот это вот бетоном опалубку мы сняли это все бетон вот он по периметру получился очень все я думаю крепко вот это уже буду немножко видите просевшие но это при заливке просела когда заливали изначально в семьдесят втором году в общем любом случае друзья люк он замок такой что если и закроется то его спокойненько можно пальцем щеколду раз отодвинуть и люк открыть неважно с газовыми вот этими вот упорами без газовых упоров на самом деле без разницы в общем я доволен сейчас посмотрел значит покупал я его там за 6400 по моему сейчас уже девять с половиной представляете девять с половиной тысяч то есть подорожала насколько цена этого люка вот ну хотя по конструкции то ну что там такого то да вот теперь значит по открытию закрытию выходим успокойненько я вылаживаю отсюда так значит по поводу того что кто-то сюда в этот люк может упасть ну друзья он не настолько прям огромный чтобы его туда провалиться и не настолько маленький чтобы его не увидеть даже заходя входную дверь входную дверь ну вы сами видите да заходишь ну вот ну как его не увидеть я не знаю только слепой наверно не увидит его вот вон он прям он по пояс мне практически тут его видно даже если и ну не знаю даже не хочу об этом думать но в любом случае да возможно чтобы кто-то сюда ну если я один буду в доме жить то да мне ничего не надо если со мной мама переедет ну может быть еще кто-то из домочадцев то возможно да сюда какую-то светящуюся диодную ленту да и какой-то звуковой звуковой сигнал пи 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 она мигает вот здесь вот и звук издает если заходишь с улицы ты ну как бы заходя сразу оп пи 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 звук это издается и ну ты ничего никуда не не пропадешь не упадешь так ну теперь закрываем вот так все захлопнул там защелочка вот он ключ квадратик он не забьется почему потому что замочек и дырочка в замочке она сквозная вон видите даже если сюда что-то будет падать она туда внутрь в этот в подпол упадет то есть она не забьется туда вот это ну те кто переживал еще один момент что здесь напольное покрытие оно да будет ориентироваться именно от крышки я специально все так рассчитал разложил что крышка она параллельно входу вот так перпендикулярно входу и буду подбирать керамогранит сперва значит на крышку а потом уже от крышки чтобы естественные швы были по периметру вот этой крышечки чтобы ну совсем не видно было что так заходишь и не видать просто маленькая такая дырочка и вот щелочки как швы у керамогранита только ты знаешь что вот в эту дырочку ключ вставляется и открывается погреб и крышка открывается вот собственно и все вот сейчас я ее поворачиваю оп и она видите сама открывается вообще обалденно ключ он насквозь видите то есть ничего там нигде не застрянет и не попадет оп все вот такая вот история друзья люк обалденный он из цсп что такое цсп цементно ну короче это гипсокартон но только такой знаете цементно ну как он там ну короче не просто гипсокартон а такой ну твердый цементно какой то там еще вот цементно гипсовый он такой твердый волокнист хотя его можно он видите он на саморезах видите можно его открутить и сюда сантиметровую прикрутить фанеру прямо купить ламинированную фанеру толстую она вообще крепче чем вот это вот и сюда и вырезать прикрепить ну тут уже на любителя да она вообще никуда не денется и на нее тоже можно будет и керамогранит приклеить плитку приклеить ну все что угодно вот а вот этот вот гипсокартон он такой чисто ну бюджетный вариант чтобы удешевить стоимость этого люка ну и при этом тоже можно уступать спокойненько видите даже я вот прыгаю и ничего с ней не случается вот вот такая вот история я очень даже доволен все друзья